Всем привет! Меня зовут Сергей. Я работал в мобильной бригаде инженером по эксплуатации полтора года. Сейчас работаю главным инженером на объекте. Привет! Меня зовут Волков Роман. Я в компании два года. Пришел в должность ведущего инженера, стал главным инженером. В данный момент я работаю руководителем проектов. Всем привет! Меня зовут Владимир. Пришел я два года назад на должность по направлению главного инженера. Стал руководителем проекта. Всем привет! Меня зовут Дмитрий. Я работаю в компании Becar с 2013 года. Пришел главным инженером. Теперь я технический директор департамента эксплуатации. Всем привет! Меня зовут Игорь Котлеров. Я сейчас занимаю должность руководителя проекта. В компании Becar я с января месяца пришел в должность главного инженера. Привет! Меня зовут Крутиев Максим. Я в компании работаю уже два года. Начинал с техником, теперь повысили до инженера. Добрый день! Сопронов Юрий Васильевич меня зовут. В должности мне было техник. В компании два года уже. Стал главным инженером объекта. Пришел на уникальнейший объект. В подвале на стенах были граффити. Очень интересно, особенно при обходах. Полностью перешел со стороны заказчика на сторону исполнителя. Были сложности, проблемы, но благодаря этим проблемам есть возможность развиваться, чему-то обучаться. С приходом в компанию Becar помялась жизнь. Приходилось по много часов работать. Я хочу развиваться. Компания Becar доставляет такую возможность. Я просто работал, поэтому, наверное, и стал главным инженером. Бывает так то, что затапливает там нижний этаж, да, бывает там прорыв какой-то канализации, еще что-то. Случаев очень много. Придумайте, сделайте то, что вы даже сами не знаете. То есть, вот в этом плане очень весело бывает. Оборудование работало, постоянно выходило из строя. Пожар был у меня. Мы оказались быстрее пожарных там. Мы достаточно оперативно на все реагируем, и заказчик и нами очень-очень сильно доволен. Сложного для меня не было ничего. В карьере сложно, скорее всего, критиковать себя. Надо было очень часто, чтобы выполнить много действий. Юридические аспекты, то есть работа с договорами. Для меня это было сложно. Я никогда с этим не сталкивался, даже в предыдущих компаниях. Работа с арендаторами, чтобы обращали внимание только на них, делали, как они хотят. Сделать так, чтобы заказчик был доволен. Это такая командная, на самом деле, игра, в которой важно, чтобы все работали как бы сплоченно. Необходимо быть максимально внимательным и серьезным, потому что от стабильной работы инженерного оборудования зависит жизнедеятельность объекта. Порядочность, потому что, если ты обещаешь заказчику, ты должен свои обещания как бы держать, либо не обещать вообще. Клиент-ориентированность и креативность. Если какие-то возникает какая-то ситуация, нельзя откладывать, но потом желательно все это делать сегодня. То есть, жить сегодня и сейчас. Тогда будет все получать, тогда все успеешь. Нужно иметь тонкое чутье в плане работы с заказчиком. То есть, нужно понимать, что он хочет, предвидеть, что он может захотеть. Планы на будущем – это зарекомендовать себя уже на должности как руководителя проекта, брать новые проекты, достигать новых высот. План на будущее – развиваться в эксплуатации. Хочу показать себя в должности руководителя проекта и вырасти до технического директора. Планы – как бы дальше работать в этом направлении, там дальше посмотрим. Когда меня поставили главным инженером, я не планировал абсолютно. То есть, это вот так вот спонтанно получилось, поэтому я благодарен там СМУ руководству и своей команде. Данная должность пока для меня дополнительная практика, чтобы шагать дальше и развиваться, и в компанию приносить новые проекты, новые договора, новое обслуживание. Заказчикам наводить мосты взаимопонимания более-таки прочные. Хотелось бы развиваться, хотелось бы иметь хорошую, большую команду профессионалов, ну и, естественно, обслуживать ключевые объекты Москвы и Московской области. Работать на результат, развиваться самим как личность. Уверенности побольше и ответственность за принятие многих решений. Уметь сохранять спокойствие при возникновении аварийных ситуаций на инженерном оборудовании. Своё трудолюбие, тоже показать коррективу, в котором ты в данном случае находишься. Нужно получать удовольствие от любой своей задачи, работы. Уделять больше времени саморазвитию. Успехов, удачи, с Новым годом! Если рассказывать всю правду, вы же всё выражаете. Могу ещё раз повторить. Можно мне будет вообще выразить моё интервью полностью? Да мне там подсказки, если что. Нельзя говорить, но... Ничего лишнего в эфир не пустят. А вы хотите сказать, чтобы я стал президентом компании? Вы меня от этого ожидаете? Не могу просто улыбаться. Надав última. Великобритаете. Продолжение следует...